По исследованию Всемирной организации здравоохранения, алкоголь был признан самым страшным наркотиком. Страшный по силе воздействия не столько на организм отдельного человека, сколько на общество в целом. О пагубном влиянии и вредных привычек первоуральцам рассказывают активисты клуба «Союз трезвых сил» и параллельно проводят опрос. У прохожих спрашивают, употребляют ли они алкоголь, курят ли и как часто. Некоторые с призывами активистов согласны, но ничего менять в своей жизни не намерены. Старых людей не переделаешь, вот по крайней мере, ну меня. Я как употреблял помаленьку, я так помаленьку и употребляю. Как курил, тоже так и курю. А бросать, ну несколько раз бывал, бросал. И все равно проходило какое-то определенное время, я снова начинал. А вот у Родиона Мухамеева все было гораздо серьезней. Мужчина честно признается, за свое спасение благодарен сестре и жене. Рассказывает, что это они уговорили его обратиться к наркологу и закодироваться. А жизнь до этого, говорит, и вспоминать не хочется. Сам был раньше запойным алкоголиком. Если уходил, то на месяц не меньше. Раньше до этого не пил, не жил почти. Считайте, последние только 25 лет живу. А раньше не жизнь была, а только одна пленка. В тумане прожил. Акцию «Пост трезвости» в Первоуральске проводят вот уже 5 лет. Активисты Союза трезвых сил выходят с плакатами и листовками в центр города. И не теряют надежды, что ситуацию можно изменить. А она сегодня далеко не радостная. По словам организаторов акции, ежегодно от злоупотребления горячительными напитками умирает полмиллиона россиян. И, как правило, большая часть из этих умерших от алкоголя – это мужчины трудоспособного возраста. Они умирают в трудоспособном возрасте, которые еще себя не реализовали, ничего. И они умирают. То есть для России, для государства, для нашего народа – это очень большая потеря. Горожане на такое внимание к их здоровью реагируют по-разному, говорят участники поста трезвости. Кто-то соглашается пройти опрос и побеседовать с активистами, а некоторые проходят мимо. Очень часто бывает, ой, да мы не пьем, так скажем, такая бывает. Но у нас есть информация и для тех, кто не пьет. У нас, в принципе, для этих есть информация. Потому что это определенная ступенька в трезвости, когда человек прекратил употреблять. Ему дальше надо развиваться, так скажем. Есть информация для дальнейшего развития. Советы горожанам дают опытные специалисты. Александра Фарина много лет ведет курсы трезвости по методу Шичко. Бывает индивидуально проводим, бывает просто даем информацию. Потому что метод самоизбавления. Человек должен осваивать информацию, анализировать ту информацию, которую получает и делать выбор. А выбор сделает каждый сам. Ксения Иноземцева, Влад Черноусов, Интера ТВ.